Сегодня юбилей у Елены Образцовой. Знаменитая оперная певица, одна из первых в Советском Союзе добилась мировой славы. Ей рукоплескали ласкало и венская опера. Юбилей актрисы отметят и в Москве, и в ее родном городе Петербурге, где с именинницей встретился наш корреспондент Александр Чижинок. Я все помню абсолютно. Я даже помню, как мы приехали, когда нас эвакуировали уже по льду. Перед нами машина ушла под дед. Будущее великой певицы тогда было меньше трех лет. Но детские впечатления на всю жизнь остались в памяти. Блокада – это такая вещь страшная и поучительная, и очень умная. Потому что люди сразу же... Мы все малюсенькие были, и мы все стали сразу взрослые. И мы поняли цену жизни. Ее жизнь называют образцовой. За умение идти к цели, преодолевая все личные беды, на сто процентов реализуя и отдавая людям свой талант. В Ленинградскую консерваторию, где на одно место претендовали сто абитуриентов, образцово поступила с первой попытки, вопреки воле родителей, желавших для дочери более реальной профессии. Уже на третьем курсе Елена получила приглашение в Большой театр. А потом были сотни оперных партий, гастроли на лучших сценах мира, всемыслимые творческие государственные награды и неизменная любовь зрителей. За голос редкой красоты в сочетании с талантом настоящей драматической актрисы. Этим даром Образцова спешит поделиться с молодыми вокалистами. Самая большая моя любовь, это мои конкурсы, и детский конкурс, и взрослый конкурс. У нас конкурс с 7-летнего возраста до 17, и с 17 до 30. Приезжают в жюри самые великие певцы и певицы мира, и я очень горжусь моим жюри, потому что это все мои коллеги, с которыми я пропела всю жизнь. Победа на этих конкурсах, которые проводятся уже 10 лет, все равно, что путевка в лучшие оперные театры мира. Тем временем Елена Васильевна мечтает о создании труппы молодых певцов, которые могли бы в полной мере проявить себя в России. Пока ничего не получается, что такое наше правительство не сильно, видимо, жаждет этого. Моих знаний, так бы я сказала. Сейчас певица живет на три дома. В Москве, без малого полвека, храняя верность Большому театру. В Токио, там она преподает по три месяца в году. И в Петербурге, где открыла свой культурный центр. Все, что в душе у меня красиво, все воспитала архитектура Петербурга. Его набережные, мосты, дворцы. Я думаю, что вот эта принадлежность к красоте, я думаю, что это от Петера. Здесь, в Михайловском театре, состоится юбилейный вечер Елены Образцовой. Поздравить ее приедут мировые оперные звезды. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.